Я думал А вышло все наоборот И вот все ночи Напролет грустя Смотрю в твое окно Тебе я знаю все равно Тебе я знаю все равно Ведь ты забыла все давно Твой двор осенний Голый пуст В нем о весне Прошедший путь А я войти сюда боюсь А вдруг с тобой И с ним столкнусь Когда спешите вы в кино Тебе я знаю все равно Тебе я знаю все равно Ведь ты забыла все давно А это Сережа? Да, да тут все наши в детском саду Он в этот день ветрянкой заболел И потом вся группа слегла О, это вы где? Это на море Но это мы в гору поднялись Что-то я не пойму Зачем тебе это все? Ну мы тут придумали Пятнадцатилетие класса отметить Представляете? Пятнадцать лет Как мы школу закончили Да Время летит Ну и решили собрать Разные материалы Фотографии там всякие интересные Факты Дневники Текратки с двойками Если есть Интересная жизнь же все-таки А это чья фотография? Это моя Детская Сколько вам лет? Не знаю, я не помню Девять, десять Одиннадцать, двинадцать Ой, Анна Николаевна Согрейте, пожалуйста, чайку Остыл Да Конечно Можно Можно СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Значит, легенда твоя простая. Завод в Омске закрыли, зарплаты нет, увольнение. Ну, это на самом деле так. Вдовец. Решил навестить маму. Ни во что не лезь. Изучай, присматривайся. Так, значит, два клана, куплеты Василька, объединились и добывают по какой-то немецкой карте белый янтарь. Помни одно, они теперь никакие тебе нет друзья. За каждым минимум два-три убийства. Ты понимаю. Ага. Идеально, конечно, если бы ты вошел в доверие к Васильку куплету. Ну, не торопись. Твоя задача пока собирать информацию. Конь работает на вора в законе старика в Москве. А от него уже сумму ходит правительство. Мы примерно понимаем, кому. Но нужны факты. Да, налицо худший с коррупционной схем криминалой власти. По подсчетам экономистов, только на янтаре казна России в год теряет около миллиарда долларов. Да, и имей в виду, у коня такая разведка, что рано или поздно проверит все, на чем приехал, сколько потратил, с кем общался, зачем. Будь внимателен. Значит, Тимофей и Коля выйдут завтра, а нет, ваше прикрытие на протяжении всей командировки будут еще. Но о них узнаешь позже. Привет! Ты где опять была? У мамы. Ты же к Левшиной ездила. Вы должны были фабрику открывать. Откроем, если успеем. Ну, так мы искали помещение, нашли кое-что интересное. Ночевал где? Я же говорю тебе, у мамы. Что это? Точно? Точно. Короче, она вас наезд. Коня допедрил, что карта подделка. И вычислил, что оригинал у нас. К тому же вернулся этот придурок Куракин. У него тут брат тяжело болеет. Приехал навестить, Коня его выловил. Вот урод, а! Все же ему сделали. Паспорт, вид на жительство в Израиле, дом купили. Так нет! Да, надо было грохнуть 10 лет назад, сейчас бы меньше проблем было. Куракин, это серьезно. Нас поставили на счетчик 10 тысяч зелени в день. Или отдаем оригинал. Надо отдавать, что тут думать. Мы больше потеряем. Мы за 10 лет отработали по ней почти все, что можно. А оторванный кусок, он только наш. Больше ничьяния, о нем же больше никто не знает. Никто, только не факт, что отстанут. Отдадим, проявим слабость. Полезут в мастерские, перекроют экспорт бижутерии на запад. Отберут киоски, все отожмут. Нет. Тут надо думать. Крепко думать. Как договорились? Старик и конь ждут звонка. На встречу с конем пойду я. Но он ко мне неровно дышит. Ты что, обалдела? А по-моему, это гениально. Да вы не забывайте, там старик будет. Лично у меня приведение тебе, Мария. Голова кругом, Мишель, у тебя правильная жена. Мудрая. Я согласен. Ей нужно идти. Значит, подскажет, да? Ты теперь бедный МНС. Младший, научный сотрудник. Безработный, каждой копейкой на счету. А, что с детьми? Ну, я не могу их надлога оставить. И Гале уже много лет. Ну, ей нужен отец. Смотришь на месте, стоит ли ввязываться тебе в игру или нет. Мы здесь Гале поможем. На все про все даем тебе полгода. Откажешься? Ну, ничего страшного. Да, и самое важное. Прошу не допускать никакого повышенного интереса Королевой Марии. С чего вы взяли, что надо допускать повышенный интерес Королевой Марии? Твоей цель. Ну, ни пух, ни пера. Горбом и чистыми руками. Что-что? Отец, когда столицу провожал, грыл горбом и чистыми руками. Угу. КОНЕЦ Завтра я еще. Сюх, ты умер длиннее. Сюх. Друзья твои, памятник поставили. Васильев Гриша приезжал ко мне, чтобы в проект утвердила. Миша Бойко деньги дал, мне Щерякова. Ну, в общем, памятник поставили, с меня копейки не взяли. Что, начальники, чекисты? Ну, они тоже, конечно. В общем, они за папу до сих пор пенсию мне платят. И я не жалуюсь. Как ты? Как прежде? На три дня? Пока не знаю. Надо как-то жизнь устраивать, деньги на хлеб с маслом зарабатывать. Может, и на совсем. На совсем? Вот и хорошо. Жалко Таню. Она долго мучилась? Долго. Ей хватило. Нам всем. Детям особенно. Угу. А где мальчики сейчас? Как они? С кем? Это мы с тобой решим на семейном совете. Работу найду и перевезу пацанов, пока они в лагере. Перевези их ко мне срочно. Перевези их, Сереж. Улья, перевезу, перевезу. Ты еще не обрадуешься, когда перевезу? Почему? Да, помнишь о Генри? Держите его. Мы еще успеем добежать до канадской границы. Ты совсем хулигана? Ответят за все. Что такое? Что ты ему сказал? А? Я сказал, что они ответят за папу. Все до единого. Кто? Пойдем, помянем. Пойдем. Варя! Варя! Варенька! Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы на меня так смотрите, тетя Оль? Так давно же не виделись. Ты так повзросела, так похорошела. Здравствуйте. Все так говорят? Ну, я тогда, наверное, пойду уже. Ну, иди. До свидания. До свидания. Налейте водички, Валерий Павлович. Волнуюсь. Хватит? Спасибо. После войны некто Коробейников разбирал центральный архив Кёнисберга и нашел следы лаборатории Кёнисберг-13. В подвалах этой лаборатории он обнаружил вот это. Карта Вон Берштейн, Галерих Рейх. Карта янтарных штоллен Рейха. Это подлинник. А у нас что? Туфта, что ли? Можно? Я не знаю. Впервые вижу. Ну, и я этого. Присядь. Настал твой час. Это что? Я, видимо... Это оригинал. Совершенно точно оригинал. А это? Это моя срисовка с этого вот оригинала. А у тебя настоящая карта. Что скажешь? Получается, вы десять лет назад кинули нас. Мы? Лично я вот эту карту вижу впервые. Откуда она у вас? Мы нашли ее в девяносто третьем. У Филипенко. Федора Петровича. Директора. Ну, а теперь наш вопрос. Откуда у вас настоящая карта? Мы с мужем купили ее у того же самого Филипенко Федора Петровича, который почему-то вам подкинул фальшивку, а нам продал оригинал и пропал. Художник, как дело было? Это тот оригинал, с которого ты делал фальшивку. Он, бесспорно, он. А кто просил сделать? С директором. Федор Петрович. Я ему замки делал. Мы с ним в одном дворе с детства дружбанили. Однажды он пришел, говорит, можешь копию сделать с немецкой карты? Я говорю, могу. Вот она у вас. На вашей карте штольные обозначены здесь, здесь и здесь. А на нашей карте они обозначены еще здесь, здесь, здесь и здесь. Янтаря тут завались. Мы вам их отдаем. Забирайте оригинал. Выходит, никто не виноват. В чем? В том, что Филипенко продал оригинал карты нам, а не Валерию Павловичу? Лихая девчонка. Выходит, вы 10 лет банковали, а теперь ты просто так вот отдаешь нам карту, так? Выходит, что так. Почему сейчас? Рано или поздно вы все равно к нам придете и отнимете эту карту. Это первое. Второе, наш бизнес уже не в том, чтобы копать янтарь. Мы открыли мастерские по обработке. И третье, и самое главное, у меня дочь. Я жить хочу. Ты сама веришь во все это? Что, если мы сейчас возьмем, отведем тебя на кухню? Знаешь, что с твоим лицом сделает добросовестно разогретая духовка? Несмотря на вашу добросовестность, от меня вы вряд ли узнаете что-то новое. Дядя Федя был мой мастер на заводе, и за инклюз готов был удавиться, вы сами знаете. А в то, что он грохнул Коробейникова и Пыльева, я в это верю? Он, конечно, крыса был. Но чтобы человека завалить. А сколько копий вы сделали? Смелее, Илья Ильич. Две, точно две. А чё сразу не сказал? Боюсь я. То есть, ну, две. Совершенно клянусь, точно. Две. Вот она одна у вас. Ну да, вторую менты изъяли. У Пыльевого гаража. Ну, как скажете. Ну, а какого ты в Израиль убежал, а? Испугался. А просто исчерпан? Ну, ищерпан, но не закрыт. Гуляй пока, лихая девка. Стой. Вопрос к тебе. Вот тут в оригинале кусок карты оторван и буква какая-то осталась. Ты что? Понятия не имею. Она к нам такое уже попала. Иди, иди. Иди, иди. Глаз с неё не спускайте. Со всех их. Слышал меня? Услышал. Помните, лет десять назад здесь Щекис на заводе сидел? Курирову. Звягинься. Сын его в городе. Чем занят? Да только приехал. Ну, следи-ка за ним тоже. Уже хвост к нему прицепил. Это я пока возьму с собой, покажу людям, что скажут. Тебе пришлют копию, пусть работает. Всё, разбили конд. Ждём. Счастливого пути. Ну что, всё нормально? Я не знаю, я не поняла. Есть что-нибудь выпить? Дайте выпить, а? Да, да, да. Жены. Давай, 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 давай. Фух. Он в последний момент понял, что край карты оторван. Ну, а ты что? Что, что? Сказал, что так и было. Ну, всё, всё хорошо. Что? Ты с нами, и это очень хорошо. Ребятки, пришло наше время, слышите? Мы здесь, на этом кусочке, такое развернём с вами. Глядите, keep, peace, better, Satan. Оставить до лучших времён. Да, здесь много заваленных, что ли, но на самом деле, это самый янтарный край в Кенигсберге. Самый, самый, самый. И мы здесь с вами такое устроим, только аккуратненько. Аккуратненько так, чтобы нас вообще никак за руки не поймали. Да ты видишь, заглавную букву, К, наполовину оторвано. Что, нельзя было поаккуратнее оторвать? Аккуратненько, это не важно. Не важно. Он этот кусок никогда не увидит. Ага. Да. Помнишь, как он умирал? Кто? Ну, Филипенко. Знаешь, что я тебе скажу? Если бы даже он и замочил бы их, он бы тогда обязательно признался бы в этом. Сказал бы. Вот и я говорю. Кинули они нас. В смысле? Ну, ведь это уже не важно. Правда, Ханега? А что важно? А важно то, что мы это поняли, продумали. И теперь будем кидать у жены. Жена Куракина прилетела? Да, только что. Везут. Дадим им поцеловаться, потом запоют. Гри. Спишь? Нет, не сплю теперь. Глянуть не хочешь? Ага. Что это? Это мама Ферёжи Звягинцева, Анны Николаевны в детстве. А это? А если рядом Барю, а? Ну, чё все дела? Вот дают Дана с топудов его дочь. Так давай, давай-ка ты это спрячь, хорошенечко пригодится. Воды напиться. Я у тебя догадливая? Ты это… Ну, вообще… Что ж ты мне только такую не родила? Зачем ты, Гриша? Ну, чё? Я что, виновата? Да, я… Я и воды святые пила, и в оптину пустыню ездила за тебя старушками, бабушками. Ну, что мне сделать? Ну… Ну, хорош, ну… Ну, убей меня! Ну, хорош, ты чё, прости? Ну, убей! Давай! Прости, говорю, болтнул, не подумал. Ты и так, ну, хорош, да у меня. Хорошо, бездетная. Слышь. Чем доказывать будешь? Натурой. Звучит музыка. Подходи! Подходи! Да. Ты там? Да. А где он? Впереди меня, в толпе, бодро на карьер топает. Сделай красиво, подойди, что, как, спокойно, узнай, без суеты, хоть раз в жизни. Договорились? Понял. Сделаем. Рованьки! Быстро! В ядро! Лопату! Чтоб ты знал, мне это совершенно не нравится. Ну, я вынужден, понимаешь? Зачем вы это делаете? Я же вам уже что сказал. Смотри, вот на этой карте, на оригинале, край оторван. Тут край фашистской буквы, видишь? Вижу. Значит, тут должно быть продолжение слова какое-то. А может, чего побольше? Я не знаю. Валерий Павлович, здесь все прошло. Вспомнил? Вспомнил. Что вспомнил? Говори. Что-то там было написано, как я тогда отпишнула. И куда делась? Я не знаю. Откуда я знаю, Валерий Павлович? Я не помню. Не знаю, не помню. В нашем случае разные вещи. Веди. Жанночка, что ты здесь делаешь? Я прилетела искать. Зачем? Зачем? Потому что дура. Потому что люблю тебя. Жанночка, это же те люди! Заткнитесь оба! Слышишь, тварь? Или ты говоришь все, или я пускаю ее по кругу. Что все? Что все? Я уже все сто раз связал! Раздевай! Нет! 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 Про учитель этого скажи! Который карту переводил! Молчи, дура! Что за учитель? Колись! Уними руку, не трогай ее! Эти тексты, готические. Там в оригинале все про меры на немецком. Я позвонил переводчика. Знаю, что он и в школе учительом работал. Зачем тебе перевод был нужен? Филипенко же не точно копию заказал. Кое-что убрать надо было. Ну, посмотрите. Там вредно немецкая каллиграфия. Возле входов, что ли? Разметка. Лист километровый, готический. Сам черт он устроит. Я и позвал немца. Значит, учитель переводил? Фамилия? Нет, я не спрашивал. Я помню, помню ли я его нашел. Тогда он мне два раза переезжал, все перевел. Я его больше не видел. У лицо его. Помнишь? Нет, не знаю. Десять лет. Ты че, мужик? Недавно тут, что ли? Ну да, а что? Кто ж тут роет? Ты так год будешь народ смешить. А где надыроки? Посмотри, где народ кучкуется. Там янтарь. Так там прогоняю. А ты не прогоняйся. И смотри, у кого ведра старые, лопаты доломанные, к ним прибивайся. Давно сюда ходишь? Первый день. А что? И что? Порожняк? Абсолютный. Ладно, пошли. Одно место покажу. Пошли. Привет, Гендос. Здорово-здорово. Слушай, пустишь с товарищем? Подписываешься? Не сдаст. Нормалёк, наш. Запускай. Пошёл! 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 Пошёл. 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 Три стверких. Угляблих. Майнга. Терестэнджейни. Что он сейчас сказал? Говорит, великолепные работы. Ты гений. Сколько стоит эта потрясающая фигурка? Сколько черепаху дадим? Как всегда за триста. Левшин, ты когда-нибудь цену будешь поднимать? Уважай свой труд. Ты слышал, ты гений. Не надо поразить. Как скажешь. Драйхунград. Триста. Хист куд. Драйхунград. Триста. Ундрикляня хази? Я же вам сказала. Триста марок. Круто. Бездаю для меня. Дай мне дебитый гель. Окей. Костя, я привела очень хороших покупателей. Что значит очень хороших? Это значит, что у них куча денег, и они черта не понимают в янтаре, они по иконам. И по-русски, и не бельмеса. Рит, торговаться буду я. Да я вообще могу уйти. Ты знаешь, Рита, это было бы неплохо. А то опять забьешься в своем припадке. А они живые миллионеры. Без дураков. Рита, иди вниз к маме. Кость, ты серьезно? Серьезнее некуда. Я тебя ненавижу. Если с ним хоть что-то случится, я тебя убью. Что она сейчас сказала? У тебя ревнивая жена. Нет, это не моя жена. Это Маргарита. Она этому великому художнику не жена. Просто женщина, которая приходит мыть полы. Ди бай, и нюх пуцет. А, wirklich? Ах, окей. Ах, вене шилк роте. Окей, маэстер, тюс, тюс, данке. Данке. Показывай то, что готовил год. Мадонна. Велкам. Фантастич. Фантастич. Не борзей. Правильно возьми. А я что кидаю? Сто баксов. Красная цена. Двести. Беру. Хотя ты знаешь, это стоит триста. Эй, дядя. Сказано, не борзей. На аптеку работать хочешь? Вас тут уважают. Как себя ставишь, так и относятся. Держи. Твоя доля за сегодня. Спасибо. Ничего себе. Завтра в восемь на платформе. Там. А то смотри, пошли ко мне. Забухаем в честь первой получки. Неудобно, конечно, очень. Но я не пью. Да и в аптеку надо успеть. А с виду не скажешь, что ты дохлый. Мне не для себя. Мама давление шалит. Обменник. Вон. Он не ушел. Сядет на хвост до самого дома. Кроме того, за вами следят люди Василька. Я вижу. Так, короче, не пьет, любит свою маму, покупает ей лекарства. С первой же сотки в аптеку побежал. Разговаривает по-интеллигентному, но жесткий. На отвале ништяк дрался. Че думаешь, фраер или нет? Вроде да, вроде нет. Непонятно. Слушай, мне твое непонятно коню передать, да? Скажи, что он скорее серьезный, чем нет. И скажи, что проверять его надо осторожно. Я сам решу, что говорит. Все отбудет. Все по уму. В глубине нито ряда дофига. Какой? Белый в основном. Там от основного ствола в эту сторону. Идут неразработанные штольни. Замурованы. И не одна. Я думаю, место профицитное. Какое? Прибыльное. Так говори, как нормальный человек, как пацан. Прибыльное. Профицитное. Ну, нужно вкладываться в разработку. Там глубоко. Как завалит, не выкопаешь. Все. Ну, короче, так. Дорогие студенты, вот работа, которую вы будете делать с мастером Левшиным. Вас сейчас больше двадцати человек. Не скрою, мне столько не нужно. Поэтому Константин Иосифович определил испытательный срок. И те, кто его пройдут, заключат со мной договор и начнут трудовую жизнь с очень талантливым человеком. Ну что, вопросы есть? Да, скажите. А мы должны вас копировать? Или можно вносить свое видение янтаря? Копировать никого я никогда не нужно. Но поскольку кредит в банке Мария Петровна взяла под меня, то сначала вы будете повторять мои работы. Но это только поначалу. Мы провели исследование. Это очень хорошо продается в ювелирных бутиках в Европе. У нас это, конечно, тоже хорошо продается, но в Германии и Франции на этот товар спрос более устойчив. Поэтому я и открываю фабрику под Левшино. Ну, то есть сейчас просто унылое копирование. Вы для начала сделайте вот такую вот рыбку. Печальный или мудрый, как это сделал мастер. А там посмотрим. Я учился в Суриковском. Там есть такое задание копирования мастеров. Во-первых, это очень полезно. А во-вторых, это такое наслаждение сделать один в один копию натюрморта Снайдерса. Или портрет Франца Хальса. Ну, так это Франц Хальс. Ладно, мы оставляем вас одних. А главным назначаю именно вас. Как ваша фамилия? Гордеев Ярослав. Ничего себе. Удачи. Розетки есть там, около стены. Да. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров 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 А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Башню Дона строили с 1852 по 1853 год. В начале 70-х годов было принято решение передать эту башню музею янтаря. Перейдем непосредственно к экспозиции. В Древней Руси янтарь знали, его называли Алатырь или Латырь-камень и приписывали ему чудодейственные свойства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мне одарите про нас сказать. Скажи. Не могу. У неё никого нет, кроме меня. Тогда не говори. Не говори и всё. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Серёж, ты уснул. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пойдём домой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Какое такое? Сережа, это за один день работы? За день. Вот. Держи. Еще осталось. Как дорого он у них стоит-то, а? Теперь понятно, почему на заводе такое разграбление идет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, что там в этот раз? Субтитры создавал DimaTorzok Этого ничего не было, понял? Ты ничего не видел. Ты ничего не видел. Она святая, ясно? Да, понял я. Она мне дочь родила. Вареньку мою. Понял? Единственную дочь, кому скажешь, убью. Может, ходит на сегодняшний шеф, а? В баеньки пойдем. Пойдем. Пойдем в баеньки. Ожирение! Ну, опять что ли? Ожирение! 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 Папа! Няню домой отпустили. Я там одна. Мне страшно. Не бойся. Ты принцесса. Ты дочь короля янтаря. Где мама, папочка? Мне там плохо одной. Иди сюда. Ты не одна. У тебя есть свита. Варвара Бойко, принцесса, будущее королева янтарного королевства. Да здравствует Варвара Бойко. Будущая королева янтарного королевства. Ура! 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 Посмотрите сюда. Здесь есть белый янтарь. Красный, коричневый, даже зеленый. Обратите внимание, какое разнообразие. Из этого пиршества цветов мы с вами будем делать медведя, зайца, рыбу, лягушку. Ну вот, например, что можно сделать из вот этого камня? Эту прожилку можно пустить по хребту. Тогда получится как бы лягушка. Но для хребта скучновато. А если повернуть вот так? Как? Вот. А, понял, понял. Зачет. Если у никого других мыслей нет, тогда даем камень себе. Дело лягушкам, ориентируйся на вот эту, как у меня. А если провести полоску вот так, то получится печальная рыба. И полоска пойдет через глаза. В этом и будет дуализм вашей рыбы. Знаешь, Гордеев, ты меня убедил. Камень твой. Иди работай. Спасибо. А теперь второй камень. Совершенно чистый белый янтарь. Что делаем из него? Белого медведя. Неплохо, но в лоб. А если подумать? Сейчас, секунду. Что? Я соскучилась. Едем. Подожди, мне надо работать. План тебе отдавать. Я даю вам отгул. А надо быть аккуратнее. Не надо. Я все ему скажу завтра же. Едем. Так, я сейчас вернусь. Каждый придумайте по две. Нет, по три идеи с этим камнем. Я приду, проверю. Не могу из целя. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok